Как вы оцениваете положение России в мире? На всём, что положительное, развивается промышленность, образование, наука, культура. Потому что у нас лидер сильный. Правительство, как говорится, у нас тоже выполняет все функции, которые на неё возложены. Я считаю, что во всех отношениях наша страна в данный момент права. Наша страна пытается что-то объяснить миру, но нас, я понимаю, не слушают и не слышат. Такие обвинения нам предъявляют. А с какой, извините меня, перепугой? Что мы сделали? Той же Прибалтике, той же Украине. Что случилось? Вот непонятно. Мне до сих пор непонятно. Я думаю, не очень хорошие. И всегда были не очень хорошие. И перед войной, и после революции, и сейчас. Мы такая особенная страна. Мы всё равно победим. Наши дела правые. Хотят нас расчленить. У нас большая территория. Много у нас богатств. Это очень привлекает. Переменчики, возможно. Что это переходный этап к чему-то. Пока что неизвестно, что получится из этого всего. К худшему сценарию придём или к лучшему. Конечно, положительно. Я заполучила. Потому что это больно для сердца. То, что сейчас происходит. Всё должно случиться наилучшим образом для нас. И я в это просто уверена. Больше в сторону негативного. Потому что какая-то русофобия началась вообще жёсткая. На фоне... Мы знаем, чего. Прекрасно. Конечно, хорошего мало. Мы теряем и партнёров. Мы теряем... Вот у меня, например, племянница в Эстонии живёт. Она замужем за эстонцем. И мы теперь туда попасть не можем. Вот это, конечно, меня напрягает. Но я думаю, что у нас настолько большая, сильная страна и с большими ресурсами. И мы выйдем из этого положения. Я особо не заболевалась. Не знаю. Плохое. Такие ресурсы туда уходят. Место того, что и так по стране в нищете. У нас ещё какое-то положение есть. Отрицательное, конечно. Все же, наверное, адекватные люди понимают, что происходит. Надо ли России влиять на мировую политику? Или лучше заняться саморазвитием? И то, и другое надо. И на мировую политику надо влиять. Потому что если мы не будем влиять на мировую политику, у нас и внутренняя политика будет неважная. На мой взгляд, не получится просто жить и развиваться. Нужно быть на уровне Советского Союза. И только тогда, возможно, будет стабильная обстановка в мире. И всё, всё проще. Ну, я думаю, конечно, Россия должна заниматься своими делами. Улучшать состояние жизни людей, наверное. То есть не лезть куда-то извне, а заниматься тем, чтобы люди жили нормально. Ну, естественно, надо как-то себя вставить в такое положение, чтобы с тобой считали, чтобы тебя уважали. Конечно, с собой. Нужно в доме сначала порядок навести. Потом заниматься чем-то. Бардак полнейший. Мне кажется, это сейчас пойдёт в двух направлениях одновременно. Ну, вот не знаю, конечно, это чисто моё личное мнение. Потому что даже если смотреть, наблюдать вот за вот этими рыночками, которые у нас открывались ярмарками, но внутреннее производство как таково, оно возросло. Потому что ушло очень много импортных источников. Если те, кто в такой более-менее продвижной головой займёт свою нишу, он как бы будет дальше процветать. Потому что, я думаю, в ближайшие лет пять мы такого не увидим дружественного отношения всех стран западных к нашей России. Я не знаю, что нужно стране. Я не президент. Но мне кажется, людям нужно думать чаще. Мы должны влиять, конечно. Потому что мы одна из больших стран на этом континенте европейском. И самая большая страна по площади. Если именно для россиян, то, думаю, конечно, лучше страну развивать. Но и мировое влияние как бы тоже нужно. Гемоном, конечно, нельзя быть. Потому что никогда, если ты хочешь большой власти, наилучшим образом это не происходит. Я считаю, что лучше всего жить в мире как семья. В России навести порядок, чтобы люди жили достойно и радовались. Нужно влиять. Иначе задавят. Потому что все стремятся ухватить получше и побольше. Те же самые территории, те же самые земли, ресурсы и прочее. Если это не защищать и не влиять на кого-то как-то, то отхватят. Сказывается ли на вас положение РФ в мире? Я чувствую только страх. За себя, за своих близких, да и в принципе за людей. Ощущаем прежде всего в ценах. Ведь для того, чтобы одеть, накормить армию, значит, надо где-то мирное население немного ущемить. Но это можно пережить. Но главное-то что? Чтобы было мирное небо. Чтобы мы смогли восстановить. Только я не знаю, сколько нужно будет времени. И, как говорится, ни одно, может быть, поколение уйдет, как говорится, на тот свет, а появится новое. Но дело в том, что Украину теперь исправить очень будет сложно. Нет, не так вот. Сказывается. Сейчас, по крайней мере, туда не слетать, сюда не сходить. Там закрыто, тут перекрыто. Небольшой рост цен. Ну, надеемся на лучшего. Миссии высказывается, потому что пенсию я получаю. Квартира у меня есть. Дача. Как американцы мечтают к старости. Что сделать? Дом построить, пенсию заработать, с кредитами рассчитаться. Я думаю, что на каждого человека влияет. Потому что идет ***. Людей калечит, убивают. У нас вот сосед только что *** пришел весь такой искалеченный. Ну, конечно, влияет. А влияет отрицательно? Ну, а что? Все равно мы должны бороться. На уровне жизни не сказывается. Пока никак. Посмотрим дальше. Пару лет назад, когда казалось, что что-то будет совсем плохое, а сейчас, мне кажется, что возможно, мы движемся не к лучшему сценарию. Есть шанс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok